Всем привет! Меня зовут Мелисса. Сегодня я наконец-таки снимаю для вас новое видео на новый телефон, более крутое качество, потому что это самый новый телефон на данный момент. Сегодня я снимаю для вас влог, потому что я лечу в Италию, а конкретно в Венецию. Я уверена, что будет безумно интересно, красиво, поэтому обязательно оставайтесь со мной, а мы будем поскорее начинать. Поехали! Мы приехали раньше, чем открылась наша стойка, где-то минут 15 подождали, прошли самые первые и идем уже дальше в аэропорт. Из-за того, что мы летим по Евросоюзу, никакие паспортные контроли и вообще ничего проходить не надо. Грубо говоря, просто идешь сразу в самолет и все, это очень удобно и очень ускоряет процесс. Ну, я думаю, что будете-фри обожают каждый так же, как и я, ходить, любоваться и сандухов. Интересно, что это за шоколад за 15 евро? Сейчас, Виктория, секрет. Мы покупаем у меня спортивные штаны, буду модные. Сейчас в фокусе инстаграма. У меня там проходит конкурс. К сожалению, на момент выхода этого видео, я думаю, он уже закончится и там 100% кто-то угадает, куда же я лечу. Но чтобы не пропускать мои следующие конкурсы, обязательно переходите по ссылке, подписывайтесь на мой канал. в описании и подписывайтесь на мой сестра и другие соцсети. Итак, мы опять ничего не проходили, просто забрали чемодан, но тут сразу выход, это так классно, так быстро. Сейчас, поскольку мы приземлились в Белиза, идем на автобус до Венеции. Венеция отсюда в 23 километрах. Итак, мы уже в Венеции. А теперь главная цель во всех этих улочках бесконечных найти наш автобус. Так, сейчас мы переходим в один из самых известных мостов Риальта. Вроде бы скоро гостиница. Реально мы, я не знаю сколько раз мы уже повернули направо, налево, налево и еще раз направо. Пока я снимаю, уже надо в другую сторону поворачивать пять раз. На самом деле, реально так прикольно. Мы сейчас пошли в ресепшн на гостиницу, которая не наша гостиница, но от нее нас отправят в наш апартамент. Короче, я надеюсь, что мы пойдем буквально куда-то через дорогу кушать. Не будем искать какие-то наши коренные рестораны, потому что здесь все кафешки, рестораны, что хотите. Абсолютно на каждом шагу. Везде вкусно пахнет светлое. Я так хочу кушать. Мы наконец-таки пришли в наши апартаменты, но очень красиво. Смотрите какая-то картина, тоже в Венеции, гондолы, все дела. Сейчас немного раскладываемся и побежим искать место, где перекусить. Мы сейчас очень-очень вкусно, очень много поели в лаборатории. Мы просто завернули наугад и очень круто здесь оказалось. Смотрите, какая красота. Сейчас мы идем прогуляться по Лещерней ночной, но уже скорее Венеции, потому что уже поладинство. Смотрим, тут огромное количество магазинов. Левинирные магазины просто роскошные. Там вот это вот все из муранского стекла. Мы отдельно поедем на остров Мурана, где этим занимаются. Вот, ну такая красота, и брелочки, и это стекло. Серьезно, просто все говорят, что в Венеции безумно дорого, но по сравнению с Латвией много что реально дешевле. Кстати, я в новых спонах от Victoria's Secret. Тут это обрезать надо. Ну, в общем, красота. Так, всем доброе утро. Я уже оделась в платье, чтобы фотографироваться. Встали пораньше восемь с копейками. Ответа восемь с чем-то. Поскольку людей, я не знаю, туристов, не туристов, кажется местных очень много, мы специально встали пораньше, чтобы сфотографироваться не в толпе людей. Видите, у меня еще голос не проснулся. Итак, мы уже пришли к Масту Реальта. Это не завалилось из-за тебя. Прости. А даже фокуса нету, нажать в мини-форус. О! Просто на каждом шагу такая красота. Искать четкие локации даже особо-то не надо для фотографий. Тут каждый угол прекрасная фотозона. Сейчас мы снова пришли на площадь Сан-Марка, но уже, смотрите, как она выглядит в дневном свете. На самом деле выглядит совершенно по-другому, но не менее красиво. Очень классная кофеюшка с огромным количеством круассанов. Так, мы сейчас зашли в номер переодеться. Вот такая красота. Будем сейчас кататься на гондоле, а также в три часа планируются гонки на гондолах, которые мы будем смотреть. Я надеюсь, что так все и будет, и будет точка вторая. Так, сейчас мы попадем на гондоле. Пойдем на лимон, на танцы. Продолжение следует... Мне очень понравилось кататься на гондоле, это в тысячу раз прикольнее, чем смотреть на это со стороны. Я честно не понимаю, как гондольеры управляют гондолой, она безумно длинная, везде все каналы безумно узкие, и я не знаю, если бы я была гондольером, мне кажется, я бы уже раз в сто врезалась, везде и вообще лодку бы перевернулась через 2 минуты, потому что везде они паркуются, прям миллиметр в миллиметр, ни разу никуда не отрезаются. Сейчас мы тут наматываем кругля по Венеции, заметьте, как прибавился народ, потому что когда я начинала сегодняшний день вам снимать, мы фоткались, это было опять же там 7-8 утра, и людей было одну, вообще не было. А теперь мы, вот видите, какие толпы везде. Нет, ну это единственное спасение. Я в такую жару... Музыка. 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 Сейчас мы стоим в очереди в очень такое популярное мороженое, что называется. Там такие объемные очень шарики. Все с ним фоткуются в инстаграм, поэтому я вам его покажу. Вот так вот оно выглядит. Считается, что это самое вкусное мороженое в Венеции, сейчас оценим. Музыка. 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 для того, что я с ним прохожу. Уже все закрыто, но, в принципе, логично работать с утра. Но мы возьмем инжир. Кто не знал, я обожаю инжир, поэтому спасибо. Оказалось, что сегодня проходник. Это историческая регата, где плывет огромное количество сваркандул, с гондольерами, они там по-разному одеты, они там каждый за свое, за что-то плывут. Я уже не знаю, сколько у нас тысяч шагов, но что мы делаем тут? Это просто ходим, 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 ходим везде, ну, посмотрим. Мы сейчас ходили, я не знаю, пообедали или поужинали в очень красивом месте, посидели, отдохнули и продолжаем наш пешеходный поход. Но вообще, я думаю, что сейчас мы все-таки уже пойдем потихоньку в сторону наших апартаментов, потому что уже 13 тысяч шагов. Мы купили мне какую-то панамку с авокадо. Я же обожаю авокадо. Все, что с авокадо связано, у меня дома три игрушки мягких авокадо. Надо четвертую. И вот и шляпочка. И все, что хочешь у нас с авокадо. Есть и канцелярия. Сейчас зашли в магаз и идем в апартаменты. Итак, всем доброе утро второго дня полноценного. Ну, вообще, получается, моего третьего. Именно то, что я вам снимаю. Но, в целом, второго. В Венеции. Сегодня мы едем на остров Мурана Пурана, а также Лидо. Лидо – это остров, на котором можно покупаться в Атриотическом море, потому что там есть пляж. А пока, вот такой у меня образ, иду на завтрак. И так, только что мы купили билеты на автобус, который будет плыть, логично, в Мурана и Бурана, потом мы проплывем назад в Венесу и поедем в Лидо. И вообще, нас не пустили на корабль без маски, потому что тут нигде маски не нужны. Только, понимаешь, где-то выборочно. В рапорту висело, что везде только с масками, и ни одного маски не было. Здесь все маски с чего-то одели, и без масок нас не пустили. Но тут каждые 20 минут ходит этот автобус, поэтому идем сейчас в номер за масками. Хорошо, что у нас есть. Мы сели на корабль. Я села на какую-то пупочку, потому что все место занято. Я надеюсь, меня отсюда не выменят. Итак, мы приплыли на Мурана. Сейчас будем искать магазинчики со стеклом. Это, собственно, то, ради чего мы сюда приехали. Тут очень низкие люстры, и везде все стеклянное. Мне тут противопоказано ходить. Я же очень такая неаккуратная. Возникли подозрения, что в Венеции все украшения, все это стекло, которое типа из муранского стекла, а вообще не из муранского стекла, потому что оно стоит там по 5 евро, что-то по 2 маленькое. Сейчас лодка проплывет. Здесь же всего мурана. Цен вообще таких нету. То есть тут все намного-намного дороже, и, соответственно, тут возникает такое подозрение, что там просто кидали. Ну, не может быть, что типа в соседних там островах такая разница в цене, потому что здесь и делают, а туда привозят. Вот, потому что там люстра. Вот моя голова. Вот почему. Потому что это все супер стекло. Короче, мы все даем емку просто такими грянскими-вишенками. Это все логичным уранским стеклом. Когда мы домой приедем, уже, наверное, в Латву, я вам покажу, потому что их упаковали, чтобы можно было в самолете. И мы купили еще три кулончика нашим подружкам. Осталось купить магнитики. И мы нашли у меня такое украшение. Там, короче, из муранского стекла гигантское, такая бирюзового цвета змея у меня под шеей. Я сейчас куплю. Просто посмотрите, какая красота. А Алисику купили вот такое. Она вообще фиолетовая, но она отражает цвет и выглядит по-разному. У меня вот такая зеленая бирюзовая просто красота. И так, мы только что перекусили здесь в кафешке такими бутербродами, которые называются Чикетти. Но я конкретных не ела. Я взяла просто какой-то фанцереллы. Он тоже был очень вкусный. И у девушки, которая сидела за средним столом, прямо в канал упали очки солнечные. А на их еще под столом, они у нее в канале. Ну, короче, ужас, ну, слава богу. Потому что там ты сидишь прям, ну, как бы, вот. Столик тут сразу на канал. Очень рискованно, надо аккуратно. Мы только что глянули, как вон там вот делают это муранское стекло. И идем искать новый так называемый автобус, чтобы плыть на Бурана. Это такой маленький островочек с огромным количеством разноцветных домиков. Быстренько его обойдем. Потом нам нужно плыть назад в Венецию. И в Венеции садиться на автобус до Лидо. Смотрите, что мы у меня купили. Какой красивый комплект. Третья была, кстати, очень вкусная продавщица этого костюма. Она тоже не знала, что такое латкое. Мы ей объясняли, как здесь чувствуется. Также здесь продаются традиционные бурановские печенья. Очень вкусные, советую. Вот доедаю. Я думала, это было очень страшно. Мы уже приплыли в Венецию, сходили в номер. И сейчас снова бежим на кораблик и плывем в Лидо на пляже. Сам остров Лидо это уже совершенно другая талия. Здесь нет каналов ничего. Люди ездят на машинах и просто живут. Но вот здесь сейчас я иду по огромной широкой улице. Очень красивой, ухоженной. Кстати, здесь конкретно Лидо. Вчера проходил кинофестиваль, вообще он идет несколько дней. И, в общем, вчера, там, позавчера. Отсюда выставлялись там все известные актеры, там, все дела. Поэтому ищу я их, ищу. Сейчас я, правда, ощущаю себя уже, ну, как, совершенно в другом месте. И не важно, что мы отъехали 15 минут на лодке от площади Санкт-Парка и вообще от Венеции. Здесь реально больше похоже на какую-то, ну, не то чтобы там Турцию не любят, но вот такой конкретно пражный отдых, когда ты едешь летом, загораешь и плаваешь на бассейне в море. Вода просто прекрасная, очень теплая, чистая, нет никакой живности, реально очень классно. Вода просто роскошная, прекрасная, теплая, чистая, соленая, вообще очень круто, скажи. Прекрасная. Вообще не вылезти из воды, это круто. Не хочу, не хочу, не хочу. Ну ты уже не облизывай. Мы искупались, сейчас мы возвращаемся назад в Венецию. Сейчас идем на этот автобус корабль. ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует... Итак, всем доброе утро. Сегодня у нас финальный день Венеции. В 11 часов нам уже нужно сдать наши апартаменты, поэтому сейчас 7 утра, и я бегу занимать место в кофейне, которое нам очень понравилось, в котором мы завтракаем, в принципе, каждый день, и теперь прекрасно круассанами. Из планов людей нам нужно докупить все сувениры. Повезло, место я заняла. Итак, мы пришли сюда на площадь с Марка посмотреть картины, но, к сожалению, они пока закрыты, потому что сейчас еще нету даже 9 утра. Мы идем на какую-то очень классную улочку, очень много праздников магазинов, там, знаете, стечки, гуси, дольчика, бана, вот это все. Поехали. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы купили картину, когда мы приедем и поставим ее в рамочку, я вам ее покажу А сейчас мы идем в итальянскую зару, потому что мы подозреваем, что она должна быть хорошая Это, короче, Питерский дворец, видите ресторан Вот это кафе Флориан, это самое старое кафе в Европе, но там внутри, как я сказала, там просто Питерский дворец Где кофе? Кофе по 15 евро, по 20 евро Итак, мы сдали наши апартаменты Сейчас нам надо ждать для автобуса где-то 3,5 часа, плюс еще время на обед Ходим тут опять по этим же магазинам, по этим муточкам, серьезно, у меня в Венесе развивается как-то такая аустрофобия Ну, то есть все магазины вот такие вот узенькие Я вчера, когда приехала на Лидо и увидела там широкие улицы, я просто как вздохнула, потому что вообще... Мы снова взяли это супервкусное мороженое, у него каждый вечер стоит очередь просто во всю улицу Вот такое, вот такое, вот такое Ааа, так, juicy Мы забрали все наши вещи из отеля, потому что их можно было там на несколько часов поставить, чтобы спокойно погулять Вот мы опять исходили в районе 20 тысяч шагов, ноги поросли в минус после Генеции Итак, мы приехали в аэропорт, переоделись в более теплой одежде, наверное, приходила только что на этот стоп-пузоскут У нас, короче, вышел какой-то сюрприз, у нас не открывался чемодан, потому что он, типа, новый Вот, мы там с этим годом не могли разобраться, и, короче, там было жесть, мы думали, что все, ни чемодан не откроется У нас еще переезд, поэтому, ну, там у нас одежда дополнительно лежала, чтобы одеть Ну, короче, жесть Ну все, мы прилетели в Ригу У меня, честно, после Венеции развелась какая-то клаустрофобия И здесь, мне кажется, что такое просторное, так круто, хотя по факту, что в Латвии как бы маленькое все Ну, теперь я боюсь, что после Венеции явно нет, ну, просто там все очень низкое, и низкие потолки, в общем, ужас Итак, на этом все, я уже нахожусь дома Сказать вам спасибо большое за просмотр Надеюсь, что вы поставили лайк и подписались на мой канал Ну, а с вами была я, Лиса И всем пока-пока До новых влогов Субтитры сделал DimaTorzok